Многие у нас в стране продолжают жить так, как будто ничего не произошло. Как пилили деньги на позитивчики, да? На распространение чего-то такого, как бы правильного. В свои сеточки загружают, и своих сеточек эксельками отчитываются, да? Вот. Многие не понимают, что... У нас, смотрите, вот сегодня обсуждали на пленарке, что... Вот, значит, Калининград, Русская Европа, круто, это такой мост в Европу. Я там, я не знаю, вы слышали или нет, я сказал, что какой-то мост. Нам нечего, нам не нужен туда мост, они нас никогда за своих не примут. Но у нас в элите очень многие люди реально считают себя европейцами. Они ждут, что все это кончится, что все будет по-старому. И что им даже, может быть, вернут их дачки где-нибудь там в Ницце или там в Португалии, да? Да вот. И они снова смогут ездить там куда-то и кушать там вкусно, недорого, или путешествовать. Вот. Они реально хотят, они совершенно искренне хотят быть европейцами. Вот что с этим делать, непонятно. То есть они либо должны перепрошиться полностью и перестать так думать, либо их надо вытеснить. И поэтому они, в частности, саботируют часто, не хотят делать, делают, но отвяжись. Они должны заниматься пропагандой. Они не занимаются, потому что они сами в нее не верят. То есть у нас элиту довольно сильно заразили этим. То есть я думаю, что когда Путин пришел, это было 90% таких людей. Он их постепенно чистил, да, последние 20 лет. Он же про это говорил там. Когда я пришел, там сплошные агенты ЦРУ были вокруг вообще. Вот. Или агенты влияния. Но вот их там до сих пор много. Поэтому вот история про то, что у нас нет своего левитана, единого голоса государства. Да, нету средств, такой единый средств борьбы. Там же как? Вообще этим должны заниматься, с моей точки зрения, военные. Военные должны построить центр противоборства информационного. Они должны решать, кого вынести там. Причем так, чтобы никому не звонить. Значит, начал писать плохо во ВКонтакте, снести паблик и все. На самом деле, с той стороны так и делают. Там никто не думает, там не согласовывает. Вот. Но военных не пускают. Говорят, что подождите, подождите, уже все построено, все работает. Это не ваше дело, вы воюете. Ну, в общем, я не знаю, что с этим надо делать, но мы делаем, что можем. Пишем отчеты про это, выступаем там в Совете Федерации, в Госдуме про это. Ну, наверное, постепенно, поскольку война затягивается, мобилизация началась и так далее, постепенно этих людей выбросят центробежными силами за пределы. То есть, все равно неэффективных должно вышвырнуть, потому что все-таки война. Продолжение следует...